Университетская клиника Казанского федерального университета является одной из передовых лечебно-диагностических комплексов Республики Татарстан, оказывающих все виды медицинской помощи. Одной из передовых является отделение ультразвуковой диагностики, где на сегодняшний день применяются самые современные технологии, методы диагностики и лечения, многие из которых были внедрены впервые именно здесь. Это шесть основных филиалов, три стационарных подразделения на Чехово, на Ершово, на Шмидте. Есть поликлиническое отделение на Вишневского, родильный дом и женская консультация. Многоплановость нашего отделения как раз и определяется тем, что у нас большое количество клинических исследований. Работа отделения ультразвуковой диагностики строится на важных принципах – скорость, мастерство и знания. Здесь проводится уникальная процедура по выявлению узловых образований щитовидной железы. На сегодняшний день существует новая многообещающая технология, так называемая эластография с двиговой волной, суть которой заключается в том, что при помощи мощного импульса, который излучает ультразвуковой прибор, создается сдвиговая волна. А обычное ультразвуковое исследование основано на принципе продольной волны. Сдвиговая волна, она более медленная и продвижение этой волны при помощи графического анализа, который картируется в цвете, мы можем видеть на экране. Также мы можем измерить скорость продвижения волны и оценить жесткость. Жесткость считается признаком злокачественности. Наиболее жесткие участки характерны для раковой опухоли. Применяя данную технологию, врачи университетской клиники могут не прибегать к методу пункционной биопсии, исследованию, которое проводится путем прокалывания кожи, где добывается ткань узла и под микроскопом оцениваются риски злокачественности. Методика достаточно травматичная. Она может вызвать определенные негативные эмоции у пациентов. Поэтому пунктировать все выявленные узловые опухоли считается нецелесообразным. Врачи университетской диагностики проводят отбор пациентов на пункционную биопсию для решения дальнейшего вопроса о оперативном вмешательстве. На основании существующей на сегодняшний день признаков рака щитовидной железы достаточно сложно бывает определить доброкачественный узел или злокачественный, так как все узлы могут протекать как под маской злокачественной, так и доброкачественной. Именно с помощью метода эластографии, который применяется в университетской клинике Казанского федерального университета, можно точно и оперативно определить диагноз и при необходимости начать лечение. Лилия Талипова, Ленардо Влезьяров, Универньюс.